МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эффективна ли, по-вашему, сегодня работа правоохранительных органов? Итак, телефоны, по которым можно голосовать, вы увидите на своих экранах. В конце программы мы подведем итоги народного голосования. Ну а теперь время пришло представить моего сегодняшнего гостя. Итак, сегодня у меня в гостях прокурор Тверской области, государственный советник юстиции третьего класса Сергей Борисович Лежников. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей сегодняшней программе. Я думаю, что вопросов будет много, но обо всем по порядку, да? Кстати, государственный советник юстиции третьего класса. К какому званию соответствует, к которому большинство жителей региона привыкли? Ну, к воинскому званию, это приводится к званию генерал-майор. Генерал-майор, значит, может, товарищ генерал. Давайте мы начнем, наверное, с общей обстановки, потому что дни не очень легкие для населения и Верхневожья, и всей страны. Какие задачи основные приходится сейчас решать сотрудникам прокуратуры? Что стоит на первом месте? Добрый день, Ирина. Добрый день, телезрители. Основная задача, которая стоит перед органами прокуратуры, как в области, так и в России, это защита прав граждан. Это основная задача прокуратуры? Да. Различные моменты в жизни, которые требуют защиты этих прав, начиная от так называемых общенадзорных, защита трудовых прав, защита жилищных, защита прав социального обеспечения и заканчивая теми же самыми противодействию преступности, защита прав граждан на защиту судебную от незаконного уголовного преследования, защита прав потерпевших в уголовном подсудопроизводстве. То есть, работа у нас самая разнообразная, не зря говорят в мире, что в России единственная такая прокуратура, которая защищает все моменты в жизни граждан. Вопросов, наверное, приходит очень много. Как в эти дни пандемии, особенно когда объявлены уже не первый раз нерабочие дни, приходилось общаться с людьми, там вывешиваются какие-то волшебные ящички, куда можно письма отпускать? Или это и электронные вопросы по порталу государственной услуги, к вам приходят какие-то конкретные вопросы? И есть ли люди, которые желают встречаться непосредственно с прокурором Тверской области и получают такую возможность? Ну, люди у нас имеют и возможности, и получают ее. Способы у нас самые разнообразные, правильно вы сказали? Начиная от портала госуслуг, у нас есть и ящики для обращения, если граждане не хотят. Мы и принимаем очно граждан, и вот я, заместители мои, мы принимаем граждан и в рамках видеоконференц-связи, которые находятся в других районах области, чтобы им не подвергаться опасности, не приезжать в Тверь. Мы эти приемы проводим в режиме видеоконференц-связи. Предпринимателей мы с Антоном Владимировичем принимаем по скайпу, используя вот это программное обеспечение. То есть способы различные. Я принимаю по понедельникам граждан. То есть можно спокойно и довольно-таки легко записаться? Я хочу сказать, что на сегодняшний день я принял около 300 человек. То есть у нас двери не закрыты, обращайтесь, мы граждан принимаем и стараемся решить все проблемы. На сегодняшний день около 300 человек принято. Сейчас еще рано подводить какие-то промежуточные итоги, насколько грамотно и профессионально сработали ваши сотрудники, ваши подчиненные. Или это подводится уже, когда прошел календарный год? Понимаете, оценивать итоги какими-то цифрами, это неправильно. Я ставлю задачу перед коллегами, перед нами генеральный прокурор ставит эту задачу, президент ставит задачу о том, что основное, что мы должны сделать, это мы должны принять меры к устранению нарушения закона. Сколько их было, это вопрос вторичный. Как оценивать это в цифрах? Мы должны сказать о том, что люди к нам обратились, обозначили проблему, и мы сделали все, что предусмотрено в рамках действующего законодательства для того, чтобы решить эти вопросы. Ну правильно, потому что цифры, особенно когда проценты, да? Ну там это... Сегодня там на одно большее, это больше... Это как-то напоминает полную систему. АППГ это не наша тема. Вот это вот очень важно. Давайте поговорим о проблеме, которая волнует сейчас очень многих. Это выплата своевременности, выплата заработной платы. Потому что есть наверняка вопросы, и к вам обращаются, что кто-то задолжал, кто-то не платит много, долго. Какая ответственность и какие меры принимаются сотрудниками прокуратуры? Ответственность за невыплату заработной платы, она есть и административная, и уголовная. Вот по нашим мерам реагирования, в текущем году выплачено более 50 миллионов задолженностей по заработной плате. Это большая цифра. Мы занимаемся еще и погашением той задолженности, которая образовалась в предыдущие годы. У нас осталось одно предприятие большое, это Ржевский краностроительный завод. На сегодняшний день там чуть больше 30 миллионов осталась задолженность по заработной плате. Предприятие банкротно. Но вместе с конкурсным управляющим мы занимаемся и надеемся, что... И не надеемся, мы уверены, что эту проблему решим. То есть каждый работник на предприятии получит свою заработную плату. Мы выявляем нарушения по невыплате, начиная от сверок с различными контролирующими органами, с налоговыми органами, с службой судебных приставов, с судами, с мировыми. И проводим прием граждан. И заканчивая тем, что иногда граждане обращаются в органы предварительного расследования задолженность. То есть оттуда тоже к нам поступает информация. И мы вот ее аккумулируем, проводим проверки и принимаем все меры для того, чтобы не допустить наращивания вот этой задолженности. Легче погасить месяц, чем потом та, которая сформировалась за 2-3 года. Люди не боятся обращаться к вам, жалуясь на своих работодателей, потому что, ну что греха таить. Некоторых, может быть, даже запугивают. Пожалуешься, уволим. А сейчас работа это все. Люди к нам не боятся, люди обращаются. И мы не позволим, чтобы это произошло, чтобы кого-то уволили по той причине, что человек обратился в органы прокуратуры. Ну и на моей памяти таких примеров нет. Мы, кстати, сейчас начали говорить по заработной плате, все, что касается пандемии. Вообще вот с приходом вот этих сложных дней, сложных месяцев, даже лет уже, наверное, появились какие-то новые задачи? Что-то новое решать пришлось сотрудникам прокуратуры? Или все по-прежнему, все как было раньше? Все по-прежнему, но, может быть, где-то у нас более было акцентировано внимание на защите тех же прав предпринимателей. Потому что вот этот период и предприятия, и организации где-то приостанавливалась работа, где-то у них возникали проблемы с оплатой разных топливоэнергетических ресурсов, которые они получают. То есть вот эту проблему мы пытались помочь предпринимателям, чтобы даже не допустить отключения от каких-то ресурсов, чтобы потом вот отключить, и предприятие умрет. И президент говорит о том, что нужно всем заниматься поддержкой бизнеса. То есть вот этими вопросами мы занимались. Мы занимались вопросами оплаты стимулирующих выплат врачам. Тоже были проблемы, но они решены. Каких-то сейчас моментов вот этих, если они и выскакивают, то мы их сразу на корню вместе с властью, с областной решаем. Выплаты семьям. Вот те самые выплаты, да, о которых заявлял президент. Президент – это вот своевременность этих выплат, начисления, чтобы ни одного гражданина, который там, ни одна семья, не была лишена этой выплаты по каким-то незаконным основаниям. То есть очень много работ. А ваша прерогатива, вот сейчас наружу называется «збудоражен», но мы просто все каждый день ходим в магазины, повышение цен на продукты питания. Или это не вы этим занимаетесь? Почему мы совместно с ФАС занимаемся этими вопросами, смотрим, как ценообразование. Большинство тех магазинов, которые присутствуют на территории региона – это сетевые магазины «Пятерочка», «Магнит», и они цены формируют у себя в офисах. Но по нашим магазинам мы разбираемся, смотрим. И в принципе, да, идет рост цен, но он где-то обусловлен ростом цен у поставщиков. Мы не выявляли таких фактов, чтобы завышалась цена искусственно в наших магазинах. Я поняла. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшой перерыв. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире – 3190, телефон прямого эфира. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях прокурор Тверской области, Государственный советник юстиции третьего класса Сергей Лежников. Сергей Борисович, продолжаем разговор о наиболее актуальных вопросах в сегодняшние непростые дни. Тема ЖКХ, да? У нас на пороге зимы мы встречаемся. Как всегда, где тонко, там и рвется. Насколько важно это по-вашему? Насколько вы контролируете ситуацию, которая в областной столице и в районах многочисленных областей? Тем более, что вы перед началом отопительного сезона в прокуратуре Тверской области проходила прямая горячая линия. Что народ беспокоит? Да, мы провели горячую линию, но мы ее практически начали после начала отопительного сезона, для того, чтобы понимать, какие дома, в какие жилые помещения подано тепло, в какие не подано. Было более 300 обращений граждан. Я не скажу, что это было 300 домов, потому что иногда из одного дома звонка. Из одного дома просто называется, наболело. Не запустили, да, звонка что-то. Не запустили, еще что-то. Где-то люди обращались, что нет тепла, выходили на место, направляли службы, а просто у человека либо батарея завоздушена. То есть были вот чисто такие моменты. И приходится по квартиру находить? Ну не мы ходили, это ходили в управляющие компании, мы разбирались с каждым обращением. Прокуроры на местах мы им направляли эту информацию, они подключали и администрации местные, и управляющие компании. И по каждому звонку мы провели проверки. Там, где были нарушения закона, мы принимали меры, привлекали к ответственности, вплоть до административной руководителей тех организаций, которые были виновны в срыве начала топительного сезона. Ну я хочу сказать, что мы вошли в отопительный сезон относительно нормально. Относительно нормально. Ну это важно слово нормально услышать, да? Да, важно. Ну сейчас в каждом доме есть тепло. Относительно это всегда? Относительно всегда, но относительно чего-то... Ну тепло есть, самое главное, что главное, чтобы не прорывало, как это было и года-то было, помните, когда то там, то сямо. И что делать, помогите спасению. Я конечно помню, я когда приехал работать в Свере, там, три года назад почти, да, я в январе был удивлен, что там, в десятых числах января у меня три дня в квартире были холодные батареи. Вот, уважаемые друзья, если уже у прокурора Тверской области были холодные батареи... И просто я с Урала, если бы на Урале три дня были холодные батареи, то их бы не было. Они бы все размёрзлись. Это да, да. То есть тут этот мягкий климат, он немного, наверное, расслабляет коммунальщиков, но мы им не даём расслабиться, мы их напрягаем по этому поводу. Вот этот вот расслабон, когда нужно готовиться, закончилась зима, сразу надо начинать готовиться, да? Готовились и деньги выделяли. Конечно, у нас сети, они ветхие, и невозможно за год или за два их все поменять. Работа проводится, выделяются денежные средства, проводятся ремонты этих сетей. Мы сами видим, как с мая там по сентябрь перекопан весь город, как потом эти ямы заделывали. Но всё равно происходит замена. Мы прекрасно отдаём отчёт, что невозможно заменить всё сразу. Всё это идёт поэтапно, есть программы. Мы смотрим за тем, чтобы всё-таки люди получали ту коммунальную услугу, того качества, которое должна быть. И в случае нарушения, там, сверхнормативного перерыва, там, в получении коммунальной услуги, мы прокурор ориентированы, что на возбуждение дела об административных правах нарушениях в отношении этих компаний, которые нарушили закон, и привлечения к ответственности и юридических лиц, и должностных. То есть мы проводим проверки по качеству электроэнергии, потому что наша область славится своими отключениями электроэнергии. Да, да, отключения энергии. И январь этого года показал, что у нас в некоторых населённых пунктах по 2-3 недели не было света после того, как там прошёл снегопад. Как будто бы снегопад, это не каждую зиму бывает. Да, то есть мы этой работой занимаемся и реагируем, и будем продолжать эту работу. Ну, недопустимо, чтобы в 21 веке люди сидели без света. У меня по теме ЖКХ в этом месяце, по-моему, были ваши подчинённые, представители прокуратуры. Мы довольно-таки подробно говорили. И знаете, хотя бы все вот такие алгоритмы, куда обращаться, были высказаны народу. Но всё равно у меня сложилось такое впечатление, что люди, жители Тверского региона, всё равно как за палочкой-выручалочкой бегут именно в прокуратуру. И находят именно поддержку именно у вас. Да, к сожалению. Хотя вы-то, это далеко не первая ступень, куда надо обращаться. Нет, ну есть уполномоченные органы. Нам, наверное, проще и легче, что мы свои проверки ни с кем не согласовываем. Просто приглашаем с собой те же самых сотрудников надзорных органов, госжилинспекции, идём и проверяем, и принимаем меры для того, чтобы восстановить нарушенные права. Нарушенные права в сфере экологии. Потому что мы сейчас, всё идёт под общий знаменатель. Не будет нормальной жизни, будет у вас тепло. Но если будет грязный воздух, если будете пить плохую воду, если кругом будет разбрат и шатание, не будет вам хорошей жизни. Экология ведь это тоже, в том числе, ваши проблемы. Конечно, мы занимаемся надзором в сфере соблюдения экологического законодательства. Вот буквально на позапрошлой неделе мы провели совместную коллегию с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, где обсуждали вопросы нашего взаимодействия. Потому что часть районов по экологическим проблемам поднадзорны им, часть нам, мы договорились, как мы будем взаимодействовать, потому что у них всего две прокуратуры здесь, у нас в каждом муниципальном образовании. И перекладывать там с одних плеч на другие мы не делали, и этого делать не будем. И все прокуроры ориентированы на то, чтобы вот уже в текущем году мы проверим, чтобы в каждом населенном пункте были, где это положено, контейнерные площадки. Мы смотрим за том, с какой периодичностью, по обращениям граждан, конечно, с какой периодичностью должен вывозиться мусор. Потому что это тоже, когда раз в неделю приезжают машины, и на всю деревню стоит один контейнер, а то вокруг контейнера образуется стихийная свалка. Да, да. И мы принимали меры и к ликвидации этих стихийных свалок, вплоть до исковых требований, но органы власти после нашего реагирования эти меры принимали. Прокурорам я буквально в этом году поручил, чтобы они разобрались с каждым, я так скажу, навалом леса вдоль дорог. Это лесорубы его вывозят, складывают, складируют вдоль дорог, не без земельных участков, без разрешительных документов различных. А потом, как появляется время, они его вывозят. Ничего себе лес, да? Богатство наше, да? Да, наше богатство, ну вот оно вот так валяется. Я понимаю, что им удобнее. Вытащили из леса, а потом, когда надо, приехали, забрали. Но, во-первых, пока он лежит, там идет и порча почвы. То есть очень много проблем, которые в сфере экологии приходится решать нам. Это и тот же самый пожароопасный период, да? Мы вот уже и благодаря власти, которая обеспечила наше лесное министерство, подразделения различной техникой для пожаротушения, и мы, в принципе, переживаем этот пожароопасный период, дай бог, вот нормально. Нет, да, сейчас все будет, да, из эксцессов проходит. Да. Несмотря на то, лето-то разное, и это жаркое лето было. Это лето жаркое было. Да, были проблемы, да, горели. Дома заброшены в населенных пунктах, вот от этих пал. У нас, по-моему, более 168 населенных пунктов, которые находятся в пожароопасной зоне, там, близ лесов. То есть мы и там смотрим, чтобы и опашки проводились. И, ну, те населенные пункты, где заброшено жилье, да, вот оно там и рвется. Вы упомянули сейчас Горскую международную природоохранную прокуратуру. Вот мне очень понравилась ваша акция, посвященная предстоящему трехсотлетнему юбилею прокуратуры, где вы вместе высаживали деревья, да. Вообще, я тогда снимаю вас еще с лопатой, да. В такой компании, говорите вы, приходилось впервые высаживать деревья, да. Здорово. Вы, во всяком случае, подали пример другим жителям региона. Ну да, дерево посадил, сына вырастил. Ну это да, 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 дом. А вы говорили, еще осталось дом построить. Да, дом осталось построить. Вот. Это было предложение наших коллег, мы отозвались, мы вместе договорились, вместе предприняли определенные усилия, да, высадили 300 деревьев. Теперь главное, чтобы они все прижились. Да, 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 это главное. Ну, мы сделали это, а там посмотрим. Будете, ну если что, это все уже ваши подшефные, живые существа, будете ходить, плевать, благо недалеко, да. Что касается, возвращаемся, но мы волей-неволей в сегодняшнем разговоре касаемся этой злосчастной пандемии. Как контролируются права жителей региона относительно здравоохранения, обеспеченности теми же самыми лекарствами? Может быть, даже обеспечение медиков необходимым транспортом, хотя сейчас, наверное, таких проблем нет. Я знаю, что губернатор Тверской области периодически вручает им новую технику. Сейчас, наверное, проблемы больше с бригадами скорой помощи, потому что люди тоже болеют. Да, да. У нас же, понимаете, они на острие, они и целыми бригадами заболевают. То есть, да, вот эта проблема существует, но власть ее решает. Мы видим, что предпринимаются меры для того, чтобы решить эту проблему. Да, мы проверяем и аптеки, которые занимаются реализацией лекарств, на то, чтобы у них был необходимый перечень, который предусмотрен по законодательству. Мы смотрим за тем, чтобы и в больницах оказывалось людям надлежащей медицинской помощи, совместно с Росздравнадзором проводим эти проверки, в том числе и в учреждениях, где отбывают наказание граждане в виде лишения свобод. Там тоже мы проверяем, чтобы их права были соблюдены, потому что, ну, пандемия, она везде. Что наводишься с людьми. И, к сожалению, не поставишь забор, да, в виде крючей права. Да, и забор не поставишь. И все мы подвержены этому заболеванию. Ну, я пользуюсь вашим эфиром, призываю жителей области привиться. Я вот уже ревакцинировался, никаких проблем нет. Ничего в моей жизни не поменялось. Вся ваша семья, да? Ну да, мы переболели все, и после того, как переболели, лучше привиться. Ну, тяжко. Тяжко, тяжко. Мало бы там хорошего. Лучше сделать прививку спокойно, дальше там полгода, через полгода опять ревакцинироваться. Ну, ничего в жизни от этой прививки, кроме хорошего, не меняется. Уважаемые друзья, прислушайтесь. Совет даем. Коль вы затронули ваше взаимодействие, взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными органами. С кем? Вот вы перечислили, да, интересы, кого защищаете? Здесь и УФСИН, здесь и УМВД, наверняка, да? Здесь и Следственный комитет. Вы со всеми работаете в связке? Ну, прокурор области по должности, по указу президента, является председателем координационного совещания руководителей правоохранительных органов. То есть все правоохранители, они являются членами этого координационного совещания. Мы практически каждый квартал и не раз собираемся и обсуждаем те вопросы, которые у нас наболели, назрели, в том числе и в рамках межведомственных совещаний. Вот буквально у нас позавчера было наше координационное совещание, где мы обсуждали те вопросы, которые связаны с борьбой с криминалом. Борьба с криминалом? Да. Противодействие преступности. Но противодействие преступности это всегда актуально. Кстати, помните, одно время говорили, что у нас ОПГ нету, да? Было такое, что мы вроде бы как-то с этим злом поборолись, но тем не менее. Ну, как его нету? Ну, все есть, просто органы нацелены, правоохранены на выявление этих преступлений. А преступления, которые связаны с ОПГ, они латентны. Никто не ходит и не афиширует себя. Да, не кричит, что я... И преступления совершаются. Это же ОПГ, это не просто одно преступление, да? Это ряд преступлений. То есть там, вот этой задачей стоит перед правоохранителем. Буквально обсуждали это. Раскрываемость тяжких, особо тяжких преступлений. Да, это крайне важно. И я хочу сказать и поблагодарить своих коллег, да, за ту работу, которую они делают, что раскрываемость убийств, раскрываемость преступлений предусмотренности 111.4, оттяжкий вред со смертью. Сто процентов. Сто процентов? Да. То есть коллеги... Но у нас есть преступления прошлых лет, которые не раскрыты, и перед нами задача стоит, в том числе, их раскрыть, потому что те лица, которые их совершили там 20 лет назад, они же ходят среди нас. И что они делают дальше? Да, у меня были здесь вот как раз на прошлой неделе криминалисты, они показывали с помощью чего. И как раз мы говорили про раскрытие преступлений прошлых лет. У нас есть телефонный звонок, говорите его в эфире. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Дмитрий. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я хотел задать вопрос по поводу вашему гостю, по поводу ситуации с безнадзорными животными. У нас тут раз произошел резонанс на таких случаях, там и нападение животных, и в том числе и на животных, там они тоже проблемы есть. Вот хотелось бы узнать, как прокуратура реагирует в подобных случаях, и какие принимают действия для того, чтобы уже наконец приют городской начал работать в Твери, который построен за бюджетные деньги, и более двух лет тому назад, и вот до сих пор почему-то не работает. Не созданы условия для исполнения 498-го федерального закона в нашем регионе. У нас нет такого, да, вообще, вот такого государственного принято, получается, нет? Нет, у нас нет. Добрый день, Дмитрий. Мы буквально на позапрошлой неделе правительство региона приняло всю нормативную базу, которая необходима для начала работы по отлову бродячих животных, по их размещению, по работе с ними, потом по возвращению их в среду обитания. То есть вот эта нормативная база на сегодняшний день в субъекте создана. Но без приюта это, конечно, работать так сложно. Конечно, животные будут отлавливаться, они будут помещаться в приют, где будет проходить карантин, в случае необходимости с ними будут проведены различные ветеринарные манипуляции, и они будут возвращены в среду обитания. Либо переданы гражданам, если... Но, во всяком случае, относительно того, что есть ли такие документы подготовлены, что приют начнет-таки свою работу? Начнет, ну... Как? Конечно, начнет. То есть нормативная база вся создана. Теперь будем смотреть, чтобы эта нормативная база была реализована. Реализована, да. Конечно. Потому что мы-то собак-то отлоим, а куда их помещать-то? Не по домам же жителей. Это все предусмотрено вот в этой нормативной базе. Это, вы знаете, я выезжала как раз вот... Это неделю-две не прошло еще, наверное, когда по юности бегала свора собака, и народ просто не знал, куда звонить. Куда? Вот кого найти крайним? Я даже звонила в МЧС по старой памяти, говорю, вы как, выезжаете? Нет, это не наш предварительный. Нет, это нет. Отлов собак? Служба, специальная служба будет, это они будут отлавливать, и все будет проходить по той процедуре, которая проработана в соответствии с законом. Ну, это находится непосредственно под вашим контролем, опять-таки. Да, да, да. Вот я сейчас вас спрашиваю, потому что и люди нас слушают, и знают уже, что вы контролируете, как ответить. Мы же и вот читаем информацию, которая размещается в сети интернет, на наших различных порталах. Мы, да и по городу, я ж хожу, я ж вижу, где эти собаки, иногда и самому страшно. Да страшно реально? Конечно. Причем даже нам говорили, какой выход? Говорят, да пускай у вас в кармане будет перцовый пласт, этот, как пластырь сказала. Это как в той песне, собака бывает кусачей. Конечно. Я помню, я как каталась на лыжах, вот я лечу на лыжах, на меня вылетают две собаки, которые накидываются на лыжах, и вот как в этой ситуации, тоже непонятно. Да, те водители, которые приезжают, они же видят собак, которые пытаются колеса прокусить. Да, да, да. Дикое животное, которое живет, тут оно без человека, да, оно уже одичало. И они сбиваются в стаи, стаи это опасно. Да. И мы видим эту проблему, я еще раз говорю, что вот нормативная база создана, теперь будем смотреть, чтобы эта база была реализована в самое ближайшее время. В том числе и решены вопросы с финансированием. Создать-то, написать постановление не проблема, но вообще его профинансировать, чтобы были выделены денежные средства вот на эту всю работу. В том числе и будут привлекаться некоммерческие организации, то есть эта работа будет проводиться. Ну да, кто и в том числе любителей животных у нас много. По-моему, там будет создано 4 приюта, 3 или 4 по области. Да, потому что ну всех в Тверь не привезешь. Ну конечно. То есть там вот по зонам будут созданы эти приюты, куда будут животные свозиться, где будут проводиться средства. Будем контролировать эту ситуацию. И еще, может быть, мы до перерыва успеем, но хотя бы начнем. Это поддержание государственного обвинения. Это тоже сторона. Заговорили о преступности, да, перед звонком нашего телезрителя. Сколько... Ведь это же огромный пласт работы, да? Конечно. Это же сколько в судах идет всевозможных дел, и суд-то не один областной. Это еще и районные, и городские. Конечно. Это мировые судьи, это судьи федеральные в районах, это областной суд. Вот за этот год нашими сотрудниками поддержано около 4 тысяч обвинений по уголовным делам. Около 4 тысяч? Да. Это только с начала года? Это с начала, за 9 месяцев. За 9 месяцев. То есть поддерживаем дела и в судах присяжных, и где-то нас присяжные даже и не прислушиваются к нашей позиции, вносят оправдательные приговоры, но если они приняты с нарушением закона, мы их обжалуем, высшестоящую судебную инстанцию. У нас порядка 10 человек судами области оправдано. Оправдательные приговоры, да? Да, оправдательные приговоры. Кстати, оправдательные приговоры, это минус вашей работы? Или так просто? Вот как вы расцениваете? Вообще, в уголовно-процессуальном законе написано, что одна из функций прокурора, это защита лица от необоснованного обвинения, от необоснованного уголовного преследования. То есть, конечно, это брак в нашей работе. Если оправдательный приговор вынесен, это брак. Мы в случае вступления, потому что у нас есть еще и право его обжаловать, если приговор вступает в законную силу, значит, наша позиция, она была неправильной. Мы это понимаем. Каждый приговор оправдательный мы у себя обсуждаем, для того, чтобы не допустить в будущем таких нарушений или в таких ситуациях, чтобы лицо было необоснованно привлечено. Мои коллеги и я, как прокурор, в соответствии с законом, перед каждым лицом, которое реабилитировано, приносим свои извинения от имени государства и участвуем, если там разъясняется порядок компенсации за необоснованное уголовное преследование. И в каждом таком деле, когда лицо обращается за возмещением в ряда государства, наши сотрудники также принимают участие, мы высказываем свою позицию по сумме. Так что брак, это плохо, когда мы допускаем необоснованное привлечение к уголовной ответственности невиновного лица. Но вы же тоже люди, да? Тут нам нельзя ошибаться. Потому что это жизнь человека. Это вот посадить его, чтобы он там сидел, ждал нашего суда, да, и потом, вступивши в законную силу, в оправдательный приговор, показал нашу неправоту, это тоже нельзя. Старая проблема, о которой мы говорим всегда, и в прошлый раз мы с вами о ней говорили, распространение наркотиков. К сожалению, меньше там не становится. Вот этот закладочный, закладочным путем люди стараются заработать, эту заразу несут и приобщают к этому зелью школьников, детей, подростков плохо. Как с этим злом боретесь? Совместно с ОМВД, естественно. С этим злом борются, конечно, сотрудники другого направления, правоохранительного ОМВД, ОФСБ. Это задача их, выявлять эти преступления, пресекать их. Наша задача – осуществлять надзор. Ну и опять же, мы в рамках координационной деятельности обсуждаем все эти вопросы. В том числе в 2019 году обсуждали, в текущем году этот вопрос обсуждали, сказать, что результатом этих обсуждений стала победа наша, это невозможно сказать. Да, у нас по статистике количество таких преступлений снижается. Вот в этом году 723 преступления, связанные с законом оборотом наркотиков, зарегистрировано. Но мы прекрасно себе отдаем отчет, что это вершина эйсберга. И задачу, которую в большей части перед собой ставят сотрудники правоохранительного блока, коллеги наши с ОМВД, это выявлять большие партии наркотиков для того, чтобы не допускать их распространения. Буквально вот на прошлой неделе накрыли очередную нарколабораторию. Да, мы как раз в патрульной службе рассказывали об этом. Да, там, по-моему, около 15 килограмм много наркотических средств. Мы понимаем, что эти 15 килограмм не пошли в оборот. А, да, эти 15 килограмм – это те самые свертки с миллиграммами, с граммами, которые потом распространяются по закладкам, да? Да, конечно. Где вот люди нам часто звонят и говорят, что делать? Мы видим, ползают буквально, с телефонами ходят. И я постоянно вижу вот их за городом, у нас просто делегациями ходят люди, которые весь лес перерыли. Мы сначала думали, что это кабаны. Ну, потому что я как человек походный, я не могла подумать, что это роют люди, которые ищут наркотики. Да, это люди, которые ищут наркотики, которые получили информацию, рассчитывают за них. Я сам поддерживал гособвинения в судах по сбытчикам. И позиция наша как гособвинителя, она поддерживается и областным судом, что этих лиц мы лишаем свободы. И причем сроки хорошие, да? Сроки хорошие. И приезжая сейчас в колонии, проверяя, я вижу, что, наверное, больше половины, кто содержится у нас в учреждениях, это те лица, которые совершили преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Вы как-то коллегам из УМВД тоже как-то подсказываете, ну, совместно вы все решаете, какое-то направление даете или что? Как старший товарищ, что называется? Мы обсуждаем и вырабатываем, что нам нужно сделать для того, чтобы, ну, победить это, наверное, громко сказать, да, для того, чтобы заниматься пресечением этого незаконного наркооборота. Вырабатываем и совместное взаимодействие. И, конечно, мы не обсуждаем каждое там конкретное уголовное дело или там, как провести какую операцию, это они и без нас знают. Ну, вот такие глобальные вопросы, которые необходимо решить на нашем уровне, на уровне руководителей, там, усилить контроль за деятельностью подразделений. Это вот, наверное, одна из основных задач, да, мы усиляем контроль за прокурорами, чтобы они свой надзор, там, чтобы направлять на выявление этих преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вот, кстати, какова здесь роль просто жителей региона, насколько активно звонят? Вообще, вот вы в своей работе чувствуете, что народ стал активнее, что как-то неравнодушнее, что ли, и звонить больше, и жалоб больше, это же о многом говорит. Ну, вот люди в том-то и проблема, что люди не сообщают больше своей части о том, что они видят вот эти закладки. Вы же сами говорите, что ведь сколько раз позвонили? Ну, постоянно. Ну, хорошо, мы посмотрим тогда, как они отреагировали. Конечно, нужно сообщать для того, чтобы сотрудники выезжали и задерживали тех, кто ищет, да, потому что это потребители, они сегодня, завтра будут потреблять, после этого этими людьми тоже надо заниматься. У нас есть же ответственность за хранение наркотиков для себя. То есть, мое мнение, что лучшая профилактика преступления, да, это неотвратимость наказания. По-другому мы, вот, ходить и убеждать людей в том, что наркотики это плохо, но без нас все это знают. Показывать им рекламу, там надо, вот только неотвратимость наказания будет оберегать людей от совершения преступлений. Вы знаете, я помню, что в свою бытность, это уже много лет прошло, мы ездили в Кимр, и помните, там тогда очень большой, вот вы еще не были в нашем регионе, но у нас там такая целая страна есть, в Кимрах называется Голливуд, там жили цыгане, которые торговали героином. И я никогда не забуду вот это ощущение, когда ты идешь вот по этому Голливуду, и везде вот так вот окна заколочены, вот как в войну, вот такими досками. Сидит, сидит, сидит. Вот он, например, вот на мой взгляд. Это просто бьет под мозгом. Я вот проверял, ездил в областную больницу, в СИН, в Торжок, там в палате три женщины проходили лечение, все три. Наркоторговки? Да, за распространение наркотиков. Вообще сейчас, вот, коль мы перешли, затронули в СИН, ведь это же тоже странно смотреть за тем, да, как соблюдается закон и там, за колючие проволока и неволи. Очень много 228-й статьи. Я помню, еще даже эти люди рассчитывают на условно-досрочное наказание, когда ты была в комиссии в этой... За что? Это наркотики. И среди женщин, да, это ужасно. Да, в том-то и дело, что очень много среди женщин, лиц, которые занимались распространением наркотиков. И уже там без национальности, без всего, просто распространители наркотиков. У вас ведь есть в прокуратуре специалисты, да, прокуроры, которые непосредственно смотрят за соблюдением закона именно там, за колючей проволокой и неволи. У нас целая прокуратура. У вас прокуратура? Да, по надзору за исполнение законов в исправительных учреждениях, регионах. И в случае чего я знаю, что сами люди, которые осужденные уже, у них есть телефоны, они знают, куда писать. Я знаю, что они активно этим занимаются. В любом случае, наша общественная наблюдательная комиссия часто получала такие жалобы. Просто если там, не приведи Господь, что-то нарушается, люди пишут сразу. Люди пишут, и вот я хочу сказать, что как на практике, вот выезжая, я практически, ну не практика, каждый квартал проверяю одно из учреждений, у меня заместитель также проверяет одно из учреждений в области. Мы разные, конечно, проверяем учреждения. Вот большинство жалоб, которые поступают там, они связаны с уголовными делами, по которым лица осуждены. Вот по условиям содержания количество таких жалоб, оно незначительное. Конечно, тоже оно есть. Оно есть, но вы видели, мы с вами встречались там же за колючей проволокой. Какие там условия содержания? Иной раз хочется назвать это оздоровительным лагерем, да? Что есть все условия, пожалуйста. Ну, потому что мы принимаем меры для того, чтобы навести порядок совместно с управлением СИН. И в условиях этой пандемии, вот мы с вами разговариваем, да, принимаем меры для того, чтобы и сфера здравоохранения там была в соответствии с действующим законодательством организована. То есть люди, родственники могут быть спокойны, да? Там все под контролем. Все под контролем, но как и на воле. Но как и на воле, да. Да, то есть там есть... Мы же тоже прекрасно даем себе отчет, что там значительное количество из контингента, это те люди, которые болеют туберкулезом, те люди, которые ВИЧ-инфицированы. То есть там же не санаторий. Да, да, да. Но та медицинская помощь, которая должна оказываться в рамках программы, она оказывается. Где-то приходится понуждать для того, чтобы там где-то с врачом какие-то договорные отношения, да, потому что там тоже неукомплектована медицинская служба. Но меры принимаются, я могу сказать, что у нас в системе ВСИН на сегодняшний день привито на порядка около 70% контингента. Контингента уже. Да, с учетом того, что у них еще и противопоказания есть у большого количества, опять же, те же туберкулезы. Да, да, то, что Вы назвали болезнью. Да, ВИЧ-инфицированы, то есть у них там противопоказания. Но вот на сегодняшний день, хорошо, на понедельник из шести с лишним тысяч болел один. О, это успокаивает в чем-то. Хоть одна хорошая новость называется. Ваша работа по поводу защиты прав несовершеннолетних, относительно которых совершаются преступления, и те, которые совершают, тоже это особая стезя. Или дети, которые уходят из дома, которых ищут все правоохранительные органы. Ну, дети, это важное направление в нашей деятельности. У нас есть в прокуратуре и старший помощник, помощник прокурор области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. И, конечно, опять же, на последнем совещании межведомственном, и Валентина Ивановна Новикова была, как председатель комиссии по делам несовершеннолетних, и министр здравоохранения был, руководитель Роскомнадзора, на этом нашем расширенном межведомственном совещании мы обсуждали вопрос, связанный с преступлением в отношении несовершеннолетних. И мы видим статистику, что у нас количество этих преступлений растет. И самое страшное, что значительная часть этих преступлений совершается в семье. В семье? Да. То, о чем часто подростки молчат и боятся говорить. И потом это все вытекает, и начинаем разбираться тогда, когда эти преступления в отношении детей совершены в том числе и в семье, и в семье-то преступления совершаются, наверное, более тяжелые, чем те, которые совершаются на улице. На улице там все это, кража, еще какие-то такие, да, в семье там и жестокость проявляется. И вот мы и разговаривали о том, что нам надо вместе наладить работу для того, чтобы эти семьи взять на особый контроль. Там же есть и программы реабилитации этих семей, чего только нет, да, но это не должно быть формально. Конечно, можно написать одну программу на всю область, ее проецирую на каждую семью. А потом, как бы, с чего мы начинали, а потом циферки просто подставлять, сколько нам проведено проверка, как все замечательно. То есть это вот, ну и мы видим же и ту проблему, которая у нас... В этом году у нас снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, да, но все равно нужно исходить из того, что у нас раскрыта только половина преступлений, совершенных в области, и вот в той нераскрытой половине, там еще столько же этих детей, которые совершили преступление, если они больше. Сергей Борисович, у нас есть телефонный звонок. Говорите вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня зовут Александр. Да, Саша. Вопросик для Сергея Борисовича. Да, да. Слушаю. Сергей Борисович, вот Тверская городская дума вот в декабре, там, 30-го, по-моему, числа прошлого года приняла вот постановление о том, что с 21-го года вот арендная плата по земельным участкам для предпринимателей повышена, ну, в разы повышена. Вот для автосервиса, допустим, что вот нас интересовало, повышена ровно в пять раз. Ну, понятно, что мы посчитали, что это вот федеральному законодательству противоречит, ну, и позиции президента, ну, и как-то вот бизнес-то все-таки, тем более, в пандемийный год поддерживать, обещали на всех уровнях. Ну, вот такая вот оказалась поддержка. Мы обратились в прокуратуру центрального района, посчитали, что вот это, ну, несправедливо, как минимум, да и незаконно. И прокуратура центрального района нас поддержала. Они вынесли представление в городскую думу о том, что это незаконное решение, его нужно отменить. Вот в август месяц это было представление внесено, и вот как-то вот на этом все дело и заглохло. Вот хотелось бы узнать, вот Сергея Борисовича, вот его позицию, если можно, по вот самому повышению арендной платы. Вот что нам делать-то дальше? Вот, спасибо, спасибо, Александр. Та самая палочка-выручалочка, обращаемся в прокуратуру как за поддержкой. И это как раз к тому самому вопросу о бизнесе, о чем мы говорили, да, поддержка в нелегкие пандемические времена, будь они неладны. Мы посмотрим, какой ответ получен с прокуратурой центрального района на их представление, дадим оценку тем доводам, которые будут даны администрации, но для того, чтобы повысить налоговую ставку, у нас должно быть и по закону предусмотрено это экономическое обоснование причин повышения. Это полномочия и право муниципальной власти, представительного органа муниципального, принимать такие решения. Но нужно посмотреть, насколько экономически обоснованно все эти действия были совершены. Ну, я вот буквально вернусь сейчас, и мы посмотрим на тот ответ, который получила прокуратура центрального района, потому что я настолько предметно не могу сказать по этому поводу. Ну, я думаю, что ваша помощница записала телефон Александра, то есть он может рассчитывать на ответ на какой-то, что делать. Мы посмотрим, что там и как, да, и какие меры мы можем принять, если вдруг эти решения приняты с нарушением закона. То, что президент говорит, и власть, необходимость поддерживать бизнес, конечно, вопросов нет, особенно в пандемию. Да и без пандемии мы стараемся принимать меры для того, чтобы сократить и проведение проверок практически наполовину к нам. Так как прокурор сейчас реестр ведет, да, формирует реестр проверок, и из предложенных к нам проверок органами контроля надзора практически половина этих проверок нами признается необоснованными и исключается из этого списка. И проводим проверки по законности, извиняюсь за тавтологию, проведение проверок контролирующими органами. И в случае выявления нарушения закона и к административной ответственности по нашим постановлениям эти контролеры привлекаются. И порядка 20 проверок нами признаны результаты их незаконными. То есть эта работа проводится, и защита бизнеса, это, конечно, очень важно. Но и бизнес тоже должен быть ответственным. Понятно. У нас эфир подходит к концу, буквально несколько слов. Я хотела сказать телезрителям, напомнить о том, что у вас замечательная выставка «Стена в прокуратуре» пришла в музее, созданная по вашей же инициативе. Такие картины создаются впечатления, что есть время у сотрудников прокуратуры заниматься творчеством. Потом я когда там побывала, это в отставке, да, это уже люди, которые на пенсии этим занимаются. У прокуроров, к сожалению, времени нет. Действующих. У прокуроров времени нет, потому что, ну, как вот мы обсуждали сегодня, да, говорили о том, что все направления жизни граждан, практически все, да, они расширяются под надзором, да, соблюдение прав граждан под надзором прокуроров. И поэтому у нас сотрудники наши, они специалисты на все руки. Да. И когда выходят в отставку, у них, видать, эти таланты, которые были скрыты на работе. И хочется вышивать сюда крестом. И вышивают крестом, и рисуют маслом. Вот, да, и прекрасные картины, прекрасно изображены, да, вот в стенах нашего музея. Ну, гордимся за своих коллег, которые, вот, уйдя в отставку, раскрыли свой талант. И они сами вот общались, они говорят, ну, вот, когда занимаемся этим, мы отдыхаем. Здорово. Вы вообще оптимист по жизни? Все будет хорошо. Все будет хорошо, да? Все будет хорошо. Ваш главный совет жителям региона какой? Оптимистами быть. Нужно верить в лучшее. И все будет хорошо. Уважаемые друзья, прислушиваемся. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Сергей Борисович Лежников, прокурор Тверской области. С наступающим вас юбилеем службы. Трехсот летий. Спасибо. Ну, я надеюсь, еще до этого увидимся. Увидимся. И, может быть, чем-то еще удивитесь жителей региона. Талантами прокурора. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.